Физика девятый класс. Силы трения, силы сопротивления среды. Правда ли, что трение всегда мешает движению? Это явление присутствует в нашей жизни с самого рождения и стало таким привычным, что мы не всегда его замечаем. Из-за трения шайба останавливается, морковку трудно вытащить из земли. Благодаря трению шнурки не развязываются, грузы можно перемещать на транспортере, а насекомые могут забираться высоко вверх по растениям. Из-за трения трудно передвигать тяжелый шкаф. Однако, благодаря трению транспорт передвигается по дороге, а человек идет по земле. Сегодня мы ответим на вопросы, что такое трение, почему оно возникает, какие факторы влияют на силу трения. Трение – процесс механического взаимодействия соприкасающихся тел при их смещении друг относительно друга, препятствующий движению. Почему же возникают силы трения? Многие поверхности на первый взгляд кажутся гладкими, но если их увеличить, как на рисунке, то вы увидите микроскопические неровности, шероховатости на поверхности коробки и плиты. Они упираются друг в друга, сминаются, ломаются, что требует дополнительного усилия для обеспечения движения. Именно из-за таких неровностей и возникает сила трения. Ее можно уменьшить, если отшлифовать поверхности и сгладить неровности. Однако, на идеально гладких поверхностях, где неровности сравнимы с размерами молекул, трение может увеличиться из-за притяжения, которое возникает между молекулами обеих поверхностей друг к другу. Трение бывает сухой. Хое и вязкое. Рассмотрим силу статического трения или силу трения покоя. Она возникает в ситуации возможного движения одного тела по поверхности другого и направлена вдоль этой поверхности в сторону, противоположную возможному движению. Именно благодаря трению покоя наши ноги не скользят во время ходьбы. Мы ставим ногу на землю, она сцепляется с поверхностью, мы отталкиваемся от земли, в результате чего земля с такой же силой толкает нашу ногу вперед. Именно сила трения покоя позволяет автомобилю двигаться. Для разгона шины начинают вращаться быстрее и цепляются за дорогу, используя силу трения. Они толкают дорогу назад. И согласно третьему закону Ньютона, дороге ничего не остается, как толкнуть шины вперед. Сила трения покоя саморегулирующаяся. Она зависит от силы, прикладываемой к предмету, который мы хотим переместить. Представьте, что вы пытаетесь сдвинуть с места тяжелый ящик. Вы можете толкать его все сильнее и сильнее, но он не сдвинется ни на сантиметр. Это значит, что вашим действиям препятствует сила трения покоя. Она возрастает одновременно с вашей силой, численно равна ей и противоположно направлена. Так будет продолжаться до тех пор, пока прикладываемая сила не станет равна максимальной силе трения покоя. В этот момент ящик сдвинется с места. Как только он начнет скользить по полу, силу трения покоя сменит сила трения скольжения. Она чуть меньше максимальной силы трения покоя, поэтому передвигать ящик, то есть поддерживать движение, легче, чем сдвинуть его с места, то есть движение начать. Рассмотрим силу трения скольжения или силу кинетического трения. Она возникает при движении одного тела по поверхности другого, направлена в сторону противоположной скорости и пытается ее уменьшить. Сила трения скольжения рассчитывается по формуле F трения равно μn, где n – сила реакции опоры, μ – коэффициент трения. Подтвердим данное соотношение экспериментально. Исследуем зависимость силы трения от силы нормального давления, которая в соответствии с третьим законом Ньютона равна силе реакции опоры. Возьмем деревянный брусок весом 1 Ньютон и будем равномерно перемещать его по деревянной поверхности с помощью динамометра. При равномерном движении бруска силы, приложенные к ним в горизонтальном направлении, на рисунке они выделены синим цветом, компенсируют друг друга, поэтому скорость тела и не меняется. Поскольку сила упругости пружины динамометра, заставляющая двигаться брусок, численно равна силе трения скольжения, препятствующей движению, мы можем измерить силу трения с помощью динамометра. Ее значение составило 0,3 Ньютона. Увеличим вес бруска, положив на него грузик весом 1 Ньютон. Теперь брусок давит на опору силой 2 Ньютона. Сила трения также увеличилась и стала равна 0,6 Ньютона. При увеличении веса до 3 Ньютонов сила трения увеличилась до 0,9 Ньютона. Построим график зависимости силы трения от силы реакции опоры. Мы видим, что сила трения увеличивается прямо пропорционально силе реакции опоры. Определим коэффициент трения нашего бруска по деревянной линейке. Для этого выберем крайнюю точку на графике. Запишем данные. Сила трения – 0,9 Ньютона, сила реакции опоры – 0,3 Ньютона. Выразим коэффициент трения из формулы. Мю равно f трения на n. Подставим значение сил. При произведении расчетов с единицами измерения производятся те же действия, что и с числами. Таким образом, ньютоны сократились. Получаем ответ. Мю равно 0,3. Единиц измерения коэффициент трения не имеет, поэтому является безразмерной величиной. Перенесем брусок с грузами на резиновую поверхность. Видим, что сила трения при этом увеличилась до 1,2 Ньютона. Это значит, что сила трения зависит от материалов, соприкасающихся поверхностей. Численные значения коэффициентов трения скольжения определяют экспериментально. Вот примеры коэффициентов трения скольжения для некоторых материалов. Зависит ли сила трения от площади соприкасающихся поверхностей? Эксперимент показывает, что площадь поверхности изменилась, а сила трения нет. Значит, сила трения не зависит от площади соприкасающихся поверхностей. Заменим трение скольжения на трение качения. Сила трения качения в десятки раз меньше силы трения скольжения. Все транспортные средства передвигаются по поверхности земли, используя колеса. Роликовые и шариковые подшипники качения применяются во всех устройствах, когда требуется добиться минимального трения во вращающихся деталях. На пути из варягов в греки от одной реки до другой наши предки перемещали тяжелые суда по суше, волоком, подкладывая под них круглые бревна. Конечно, изобретение колеса – это одно из самых выдающихся достижений человеческой цивилизации. Еще один способ уменьшить трение – заменить сухое трение на вязкое. Именно для этого используются смазочные материалы во многих машинах и механизмах. Благодаря слою масла увеличивается расстояние между контактирующими поверхностями и шероховатости не цепляются друг за друга, что облегчает скольжение. При движении твердого тела в жидкости или газе возникает сила вязкого трения. Сила вязкого трения значительно меньше силы сухого трения. Она также направлена в сторону, противоположную относительной скорости тела. Но при вязком трении отсутствует сила трения покоя. Сила вязкого трения зависит от свойств среды, размеров и формы тела. Обтекаемая форма тела у птиц и рыб сводит до минимума силы сопротивления среды и облегчает их движение. Сила вязкого трения очень сильно зависит от скорости тела. При малых скоростях сила сопротивления среды прямо пропорциональна скорости, при больших – прямо пропорциональна квадрату скорости. Давайте ответим на вопрос, мешает ли трение. Трение покоя – своеобразный страж состояния покоя. Именно благодаря трению покоя предметы не скользят по поверхности. Нитки, из которых соткана наша одежда, каждая находится на своем месте и ткань сохраняет свою целостность. Узлы не распускаются сами по себе, а наши ноги не скользят по поверхности земли. А вот в большинстве традиционных механизмов трение играет отрицательную роль, понижая их КПД. Для уменьшения силы трения используют различные натуральные синтетические масла и смазки. Как они действуют, вы уже знаете. Подведем итоги. Мы узнали, что величина силы трения зависит от вида трения, нагрузки, качества обработки поверхностей, использования смазочных материалов. Формула для расчета силы трения имеет вид F трения равно μn, где n – сила нормальной реакции опоры, μ – коэффициент трения, величина безразмерная, зависит от рода вещества и качества обработки поверхностей. Теперь, когда вы изучили свойства силы трения, вы без труда определите вред или пользу трения. Сможете облегчить задачу своим друзьям, когда им потребуется передвинуть тяжелый шкаф, а еще самостоятельно составите правила безопасного поведения пешеходов и водителей в зимнее время года. А мы прощаемся с вами. Изучайте физику с удовольствием и живите безопасно! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!